Всем привет, ребята! С вами снова Алена, и в этом видео я наконец-то сделаю ответы на вопросы, которые вы мне задавали под видео и ВКонтакте, в общем, когда я просила вас задавать мне вопросы для видео. Вопросов было немного, скажу сразу, но это хорошо, потому что я смогу ответить на все из них. И, наверное, в следующий раз я сделаю такой опрос в Инстаграме, потому что я не думаю, чтобы все смотрели то видео, в котором я сказала для видео ответы на вопросы, пишите свой вопрос в комментариях. Наверное, не все это видели, поэтому я в следующий раз лучше сделаю в Инстаграме, и там это легче все делается, там ты увидел фотографии, прокомментировал, в общем, все легко. В общем, давайте перейдем к самим вопросам. Первый вопрос, который у меня есть тут в телефоне, я все заскринила, потому что у меня, кстати, ВКонтакте еще до сих пор, после того, как меня взломали, у меня на телефоне нет ВКонтакте, поэтому я заскринила, либо сфоткала, в общем, все вопросы у меня здесь. Первый вопрос, который, возможно, был адресован не для видео, но я на него отвечу сейчас здесь. От Станислав Нам. Аленин, привет. Сколько вам лет? Есть ли у вас азиатские корни? Мне 22 года, и я думаю, что у всех есть азиатские корни. Дальше. Следующий от Васильцов Андрей. Я знаю Васильцов Андрей. Ты постоянно мне комментируешь все видео. Вообще спасибо тебе большое. Я уже выучила твое имя и картинку, которая у тебя стоит на аватарке. Первый вопрос. Ален, как ты вообще задумалась о том, чтобы поехать учиться на Гуам? Во сколько лет? Что ты думала и что хотела? О Гуаме я узнала в августе 2014 года, когда мы сюда с мамой поехали. До этого я никогда не задумывалась о том, чтобы сюда поехать или вообще особенно учиться. А учиться я задумалась уже сюда после второй поездки, которая была в феврале-марте 2015 года. Тогда я об этом задумалась и быстренько собрала все свои документы, чтобы поступить сюда в университет. По-моему, я более подробно об этом рассказываю в видео о том, как я поступила в университет. Следующий вопрос. Как ты училась в школе? Хорошо или плохо? Мне кажется, я была одним из тех учеников, которые, знаете, я в принципе все понимала, что происходит, но я была настолько ленивым и я могла бы, со своими знаниями, я могла бы в принципе получить золотую медаль. Но что-то мне было так лень, я как-то сильно не старалась. У меня там четверок было больше, чем нужно. Кстати, у меня никогда в жизни за четверть или за год у меня не было оценки 3. Никогда, не по одному предмету. Итог получился такой, что я подумала, я как всегда делаю все в последний момент. Я решила, так, я хочу, раз уже медаль поздно, уже что-то, ну, у меня было так лень, я не старалась, уже медаль не получу, ладно, ну, пусть у меня будет диплом со всеми пятерками. И, в общем, у меня диплом со школы, с 11 класса, это получается у нас среднее образование, у меня там все пятерки. Но медали нет. До того, как ты поехала учиться в другую страну, был ли у тебя парень? Нет. Мне кажется, возможно, я бы, наверное, не поехала учиться в другую страну. Собственно, я и не поехала после 11 класса. Об этом вы уже видели видео, которое больше 25 минут, по-моему, про любовь, про мои всякие разные отношения. В общем, если вам интересно, посмотрите. Но в тот момент, когда я ехала, нет, у меня не было парня. Дальше. Видео из ВКонтакте от Виктории. Не буду говорить фамилию, потому что, наверное, не зря человек написал это ВКонтакте в личных сообщениях. Итак. В последнее время я много раз слышала о том, что, оказывается, Америка победила во Второй мировой войне. Сталкивалась ли ты с такими высказываниями и как относишься к этому? Как относишься к этому? А, как относишься к этому? Да, извините, у меня бывает такое. Но я слышала, когда-то были такие диалоги, на самом деле, не только про Вторую мировую войну, но вообще всякие исторические факты. В общем, конечно, у нас преподают историю по-разному в Штатах и в России. И было что-то такое. Я помню, как-то я сказала, что вот Россия выиграла. И на меня так посмотрели все такие, типа, вообще-то типа, ну это все благодаря Америке. В общем, я с этим обычно и спорю, потому что я не хочу в какие-то такие конфликты бесполезные вступать. Потому что мне кажется, что у каждой страны свой, так же, как свой менталитет, своя культура, так же у всех свои знания. И я не могу перевернуть знания всей страны, говорить, нет, это Россия победила. Но, с другой стороны, про некоторые факты такие, я тоже не могу быть на 100% уверена. В общем, я стараюсь относиться к этому спокойно, потому что я понимаю, что я, в принципе, ничего не смогу изменить. Особенно о том, что я сама, блин, толком точно не знаю. Сколько стоит занятие витнеса, где ты живешь? Ш-ш-ш-ш, спасибо. Спасибо за вопросы. Здесь есть спортзал, который такой более-менее, точнее, не более-менее, но мне кажется, он самый лучший на острове. Есть фитнес-клуб, где там и занятия всякие разные можно ходить, а также и спортзал, и кардио. Вот, в общем, как у нас классические вот эти хорошие, такие классные фитнес-клубы. Фитнес-клубы стоит 85 долларов в месяц, но когда я покупала себе абонемент на 3 месяца, у них была распродажа, и я заплатила 150 долларов за 3 месяца. И за год тогда стоили занятия 400 долларов, я это точно помню, тоже по скидке. Но я купила только на 3 месяца, и в этот раз, летом я хотела обновить, без скидок стоят у них 85 долларов за месяц. И также за год у меня по студенческой скидке получилось где-то 500 долларов, даже чуть больше. А со мной ходил парень, у него нет студенческой скидки, и ему получилось больше там 700 долларов или 600 долларов за год. И это на самом деле очень дорого. Я хочу сказать, что это так возможно только на вами, потому что я знаю, что в фитнес-центрах хороших, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, в Штатах, там цены намного более приемлемые. А также я сейчас хожу, иногда хожу, в спортзал в университете, и за него мы платим налоги каждый семестр, и это бесплатно. То есть налоги не бесплатные, если честно, не знаю, сколько за спортзал, но там возможно около 20 долларов за семестр, и можно ходить бесплатно в спортзал. Следующий вопрос от Артема ВКонтакте. Вопрос. Сложно ли уехать в Америку одному, и с какими проблемами придется столкнуться? Я, если честно, сейчас уже хочу сказать, что легко, но на самом деле я понимаю, что когда я сюда приехала, мне было очень сложно. Были проблемы такие, как, например, поиск жилья, в общем, все я здесь делала с нуля, и я все делала сама, я практически не просила никого помощи. И мне кажется, это очень важно, что прежде чем сюда ехать, нужно обязательно быть самостоятельным человеком. Такие проблемы были, например, я даже не знаю еще, что в пример привести. Например, покупка машины. Господи, это сейчас кажется все легко, но тогда мне было так, это все сложно. Это сложно понять систему, в которой ты никогда в жизни не находился, не жил, так сказать, потому что все-таки здесь системы немного другие. Там даже покупка машины, что там еще у меня было, что-то там медицинское тоже. В общем, с проблемами придется столкнуться во всем. Начиная с каких-то там бытовых проблем или каких-то там просто проблем общения с людьми, нахождения общего языка, и заканчивая уже такими там, как аренда квартиры, поиск, покупка машины, в общем, куча проблем. Я не знаю, как их описать. Проблема просто, наверное, такая, что вы никогда не жили в этой стране, вы переезжаете в абсолютно новую страну, здесь нет никаких связей, особенно если нет, знаете, там, например, у многих людей есть родственники где-нибудь. Но у меня здесь, на Гуаме у меня вообще никого не было. Была пара человек, с которыми я общалась, и, кстати, сейчас я с ними уже не общаюсь. То есть это были даже, я не могу сказать, что это были друзья. И, в общем-то, было сложно. Крайний вопрос, на который я отвечу, в общем-то, это крайний, который вообще был. Если я случайно упустила ваш вопрос, ну, вроде бы я, по-моему, мне больше нигде не задавали вопросы. Если я вдруг ошибаюсь, обязательно напишите мне, я это исправлю. Вот. Но вопрос, где живут американские студенты? Общаки, квартиры, дома? Я скажу так. Те студенты, по крайней мере, на Гуаме, которые живут здесь на Гуаме, то есть которые здесь родились, у них здесь семьи, и все, они живут со своими семьями. Но, как и здесь, так и в Штатах тоже, очень много студентов выезжают в другие Штаты, например, учиться. И тогда, либо это общага, либо съем квартиры, но обычно это делается вместе. Или делают, как я, например, я просто снимаю комнату. Очень многие студенты, на самом деле, снимают комнаты. И очень легко найти комнаты, вы даже если заходите, например, на craigslist.com, прям многие люди сдают комнаты. Некоторые студенты собираются вот так, группками, друзьями, соседями, и они вместе снимают, например, большой дом или квартиру, где много комнаты, а они где все могут жить. Но когда, согласитесь, когда ты едешь в другую страну, где у тебя абсолютно никого нет, нужно заранее найти что-то, это либо общага, либо съемка комнаты. Либо вы из очень богатой семьи, то можно снять квартиру. Но таких людей я, если честно, мало знаю. В основном все снимают комнаты и живут в общаге. Здесь на Гуаме я знаю, что все, кто живут в общагах, они в основном с соседних островов, то есть или со штатов. Но со штатов здесь мало, от же студентов, в основном только студенты, которые приезжают сюда по обмену из других штатов, и они здесь всего на один семестр. А так, в основном здесь, в общагах, мне не советовали жить, потому что общаги очень старые, и там очень много людей из других островов, которые более там бедные острова, и вот знаете, в общем, там не очень такая благополучная, благоприятная атмосфера в общагах. Это были все вопросы, которые вы мне задали. Я надеюсь, если нет, напишите мне, я сделаю еще раз такое видео. И обязательно, я думаю, что я буду делать такие видео, потому что мне нравится это делать, потому что мне нравится отвечать на ваши вопросы и комментарии вот так вот, а не просто писать это, потому что мне интереснее на самом деле больше говорить, что-то рассказывать, чем писать. Потому что писать, это кратко, и как-то вы не можете видеть эмоции, с которыми я это пишу. И мне это не нравится. Мне больше нравится вот так с вами разговаривать. Я теперь это могу сказать, так как я уже записала это первое видео, ответные вопросы. Да. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое всем, кто задал мне вопросы Обязательно буду делать еще такое видео Да, и всем пока!